МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Теленович, как обстоят дела у нас в нашей республике именно по данным вопросам? Вообще хотелось бы отметить, что защита прав субъектов предпринимательской деятельности в настоящее время является одной из главных приоритетных задач как Генеральной прокуратуры, так и прокуратуры Чувашской республики. И деятельность прокурора на данном направлении достаточно разнообразна. Это и проверка контролирующих органов, законность их вмешательства в деятельность юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, согласование внеплановых проверок, рассмотрение обращений граждан по данным вопросам. И необходимо отметить, что в последнее время особая актуальность и особую значимость придается именно вопросам выявления незаконного преступного вмешательства чиновников в деятельность предпринимателей. К сожалению, такие факты выявляются на территории республики. Так, за последние два года у нас возбуждено и расследовано шесть уголовных дел по статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации и три из данных дел, уже рассмотренных судом, по ним вынесены обвинительные приговоры. Ну, кстати, наверное, думаю, следует пояснить, что за статья такая Уголовного кодекса, о которой вы говорите? Ну, значит, статья 169 Уголовного кодекса Российской Федерации, она так и называется «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». И она вообще подразумевает такие действия, связанные как с неправомерным отказом в регистрации индивидуального предпринимателя, либо юридического лица, либо уклонением от этой регистрации, с неправомерным отказом в выдаче лицензии или специального разрешения, если такие лицензии и специальные разрешения предусмотрены законом, в ограничении прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в зависимости от их организационно-правовой формы, и в любом другом незаконном ограничении самостоятельности либо ином незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица и предпринимателя, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения. Согласитесь, ведь статистика далеко не всегда отражает реальное положение дел. Наверняка есть и те преступления, о которых нам просто неизвестно. Безусловно, здесь, конечно, если сопоставлять, опять-таки, статистические данные, то так, допустим, только за 2016 год органами прокуратуры в целом выявлено почти тысячи нарушений закона, связанных именно с действиями контрольно-надзорных органов в отношении субъектов предпринимательской деятельности. И, конечно, на этом уровне шесть уголовных дел, безусловно, свидетельствуют о том, что не все преступления нами выявляются. И тут, конечно, необходимо говорить, что основной причиной низкой выявляемости этих преступлений является их высокая латентность. Это зачастую связано и с нежеланием пассивности предпринимателей обращаться в правоохранительные органы. Но, к сожалению, зачастую это и недоверие субъектов предпринимательской деятельности к возможностям правоохранительной системы эффективно защитить их права от их преступного нарушения. И в результате, конечно, заявления предпринимателей о возбуждении таких уголовных дел, они, к сожалению, единичны. А в отношении кого возбуждались данные уголовные дела? Я имею в виду, в отношении категории каких должностных лиц в основном данные уголовные дела возбуждаются? Ну, вообще, как я уже говорил, что субъектом данного преступления является должностное лицо, использующее свое служебное положение. То есть, это любой представитель власти, либо иное лицо государственного органа, органа местного управления, которое выполняет административно-хозяйственные, либо организационно-распорядительные функции. На примере судебно-следственной практики Чувашской республики можно говорить о том, что такие дела возбуждались в отношении должностных лиц администрации города Чебоксары, в отношении сотрудников органов внутренних дел. Ну, например, это уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства, который обменялся в трех эпизодах незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность. Они были связаны с тем, что он вмешивался в самостоятельную деятельность двух общецограниченной ответственностью, руководители которых он заставил привлекать подконтрольную ему организацию к подрядным работам при строительстве многоквартирных домов в городе Чебоксары. И судом был сделан вывод о том, что здесь именно нарушен принцип свободы договора и причинен бред в результате этих действий. Вот вы упомянули сотрудников органов внутренних дел. Допустим, если сотрудники полиции изымают какую-либо документацию с предприятия, причем надолго это делают и, может быть, не всегда на законных основаниях, и это практически парализует ее деятельность, вот здесь их действия будут ли уголовно наказуемыми? Ну, вообще я могу сказать, что это достаточно болезненный вопрос, конечно, связанный именно с действиями правоохранителей по изъятию вот этой финансовой документации. Но здесь надо как бы смотреть с двух сторон. Во-первых, мы должны понимать, что на сотрудников органов внутренних дел прямо возложена обязанность выявлять экономические преступления, в первую очередь в бюджетной сфере, в налоговой сфере и так далее, то есть непосредственно связанным с расходованием бюджетных средств. Соответственно, все мы понимаем, что без анализа финансовой документации того или иного предпринимателя зачастую невозможно проверить законность действий сотрудников органов внутренних дел. Но при этом надо понимать, что все действия их должны быть законными. Основными двумя способами, когда они взимают финансовую документацию, либо оргтехнику какой-то, компьютеры, это первое, в рамках закона о оперативно-разосновой деятельности, когда они проводят гласное мероприятие обследования помещений, зданий, транспортных средств и участков местности. Здесь в данном случае должно выноситься постановление руководителя органов внутренних дел. И при этом надо понимать, что у сотрудников органов внутренних дел есть четкая обязанность в пятидневный срок предоставить законному владельцу этих документов полностью все их копии. Соответственно, в том числе и копии электронных носителей. Второй случай, когда финансовые документы, либо оргтехника изымаются в рамках расследования уголовных дел. Здесь необходимо в обязательном порядке постановление следователя о производстве, соответственно, обыска, либо выемки. И здесь также необходимо понимать, что закон гарантирует четко определенные права законных владельцев финансовой документации и оргтехники. То есть, если у предпринимателя, к примеру, изымаются компьютеры с теми же базами 1С бухгалтерии, которые нужны в постоянной деятельности, то он имеет право на копирование специалистам, которые участвуют в обыске, либо выемке, всей этой электронной базы на предоставленный им электронный носитель. В случае, если у него изымается финансовая документация, то Уголовно-процессуальный кодекс также сейчас четко регламентирует сроки, в течение которых следователь обязан изучить документы, признать их вещественными доказательствами, а в случае непризнания вещественных доказательствами, вернуть их. То есть, данные сроки сейчас тоже четко ограничены. И при этом на следователя возложена обязанность при наличии соответствующего ходатайства лица выдать ему копии изъятых документов. И здесь основные принципы действий правоохранительных органов заключаются в том, что, во-первых, конечно, должен быть разумный срок изъятия и хранения этих документов. То есть, документы не должны лежать где-то в углу оперативника или исследователя. Они могут исследоваться на экспертизе, исследования. И другой важный момент – изъятые документы, изъятая техника, она должна иметь прямое отношение к предмету проводимой проверки либо предмету расследуемого уголовного дела. То есть, простой пример – это выявленное в прошлом году органами прокуратуры противоправное действие сотрудников органов внутренних дел, которые в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, совершенном в городе Новочебоксарск, то есть, мы понимаем, что такое хулиганство, проводят обыск в городе Чебоксар и изымают полностью всю финансово-хозяйственную документацию четырех юридических лиц и оргтехнику. То есть, абсолютно не связанные между собой события. По данному факту, тоже возбуждено уголовное дело, но находится в стадии расследования. То есть, получается, как будто бы искали хулиганов, но заодно еще прихватили и документы, и оргтехнику. То есть, как бы так, да? Понятно. — Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, что необходимо делать, чтобы все-таки преодолеть вот эти явления, когда чиновники, в том числе и представители правоохранительных органов, буквально вставляют предпринимателям палки в колеса, не дают им нормально работать и создают невыносимые условия. Как с этим бороться? — Здесь все-таки хотелось бы сказать, что в целом и контроль надзорные органы, и правоохранительные органы в большинстве своем действуют в рамках установленных законным порядков и процедур. И здесь задача главная стоит, что, когда мы выявляем незаконность, скажем так, действий какого-то чиновника, там, контроль надзорного органа или правоохранительного органа, мы должны, во-первых, понять, является ли это просто неправильным толкованием им закона, либо неправильным применением процедур, либо же это все-таки умышленные действия чиновника, преступные, направленные на воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. И, конечно, вот к этим фактам мы должны, как бы с ними должны непримиримо бороться, безусловно. И здесь, конечно, главное, что мы должны делать, это повысить доверие, во-первых, предпринимателей к возможностям правоохранительных и надзорных органов, эффективно защищать их права. Для этого в настоящее время прокуратура республики тесно взаимодействует как с институтом и полномочным правом предпринимателей, так и с иными общественными объединениями бизнеса общества, непосредственно с предпринимателями. И наша задача, как бы, обеспечить незамедлительное реагирование на каждый такой факт и постоянно проводить мониторинг во всех сферах воздействия органов власти и мест управления вообще на все субъекты экономической деятельности. Спасибо. Мы как раз хотели показать социальный ролик, подготовленный Генеральной прокуратурой Северной Федерации, направленный на защиту правопринимателей. У меня есть мечта построить большой и уютный дом. Вот такой большой, с огромными светлыми окнами и большущей детской площадкой. Я знаю, до моей мечты рукой подать. Документы собраны, печати расставлены, остались в формальности. Я верю, моя мечта уже в моих руках. Ничего, за мечту стоит побороться. Принесу новые документы, поставлю еще печати, и еще документы, и еще печати. Устал я бороться на свою мечту. Проиграл я эту схватку с чиновниками. А ведь не зря я так долго боролся. Вот же она помощь. Силы моей больше нет. Если мечта настоящая, она обязательно сбудется. Главное, надеяться не только на себя, но и законы изучать. А чиновника того я все-таки позову на новоселье, чтобы узнал, какую мечту он едва не загубил. Такое ощущение, что незаконное вмешательство предпринимательской деятельности очень тесно связано с коррупцией. Вот не дашь ты взятку, ни за что не примут решение в твою пользу. То есть, как бы ты ни хотел, какие бы документы ты не подавал, какие бы нормы закона ты при этом не соблюдал, вроде как бы все по закону сделал, и в то же время решение не в твою пользу. Как будто чиновники намекают на то, что действительно необходимо каким-то образом простимулировать исполнение данного решения в пользу, соответственно, того, кто обращается к ним по данному вопросу. Все-таки, может быть, надо бороться в том числе и с коррупцией, для того, чтобы и таких фактов незаконного вмешательства предпринимательской деятельности не было. Ведь если, допустим, поймают за руку чиновника, который требует, вымогает взятку, то, соответственно, он и не будет вмешиваться в дальнейшем, если, соответственно, его и уволит с данной системы. Безусловно, как я уже сказал, то есть, когда мы говорим о статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, мы говорим, понимаем о том, что чиновник, совершая это преступление, он действует умышленно, то есть умышленно препятствует законной предпринимательской деятельности. И, конечно, то есть мы все должны понимать, что в большинстве своем это все связано с его корыстными мотивами, а там, где чиновник действует с корыстными мотивами, Это уже у нас коррупция. То есть все вот эти преступления, они между собой очень тесно связаны. И примеры вот таких коррупционных дел, они есть и на территории республики. Например, это приговор конца 16-го года, когда был осужден бывший руководитель Государственной службы занятости населения Чубарской республики, который получал взятки от трех представителей коммерческих организаций за способствование заключения им государственных контрактов с конкретными ведомственными организациями. В этом году в марте возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела транспортного обеспечения администрации города Чебоксары, который также получал от индивидуальных предпринимателей, которые находились от него в зависимости и осуществляли пассажирские перевозки по городским маршрутам, он получал от них взятки за обеспечение именно беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок, то есть так называемое общее покровительство. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Следователи выяснили, что с апреля по декабрь 2016 года подозреваемый получил 280 тысяч рублей от двух индивидуальных предпринимателей, которые занимались пассажирскими перевозками по трем городским автобусным маршрутам. Эта взятка предназначалась куниципальному чиновнику за уменьшение количества проверок, проводимых сотрудниками возглавляемого им отдела в отношении автотранспортных средств, задействованных на указанных маршрутах и нерасторжение с ними договоров на осуществление пассажирских перевозок по выявленным нарушениям. Напомним, что 22 марта в отношении подозреваемого уже было возбуждено одно уголовное дело за получение взятки. Сейчас оба эпизода объединены в одно производство. Экс-чиновник находится под домашним арестом. Значит, январь полностью закрыта у нас. Спасибо, Дмитрий Ордовилович, за обсуждение столь важной и интересной, я думаю, даже особенно для предпринимателей темы. А еще раз напоминаю, что с нами был начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативной законодательности прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Ордовилович Терин. Как видим, несмотря на то, что сегодня, казалось бы, государством принимаются всяческие меры поддержки предпринимателей, политика, направленная на создание им благоприятных условий, все еще не искоренены факты, когда чиновниками, да и определенными представителями правоохранительных органов оказывается мощнейшее давление на бизнес, создаются различные барьеры препятствий, не позволяющие реализовать свои права и законы интереса. Важно усвоить, что никому и никогда нельзя спускать с рук такие факты. Ведь, избавляя систему от таких оборотней, мы защищаем не только свои права, но и права тех граждан, которые могут свободно трудиться и работать. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok